Каждую среду в студии телеканала Самарагиз мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Какие территории будут благоустроены в Куйбышевском районе в 2024 году? Что нужно сделать, чтобы ваш двор включили в программу «Твой конструктор двора»? Как выстроена работа с семьями военнослужащих, участвующих в СВО? В нашей студии Алексей Крабков, глава администрации Куйбышевского внутри городского района городского округа Самара. Алексей Александрович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время и пришли в нашу студию. И я, знаете, предлагаю начать разговор, ну, наверное, с самого актуального сейчас лета. Оно хоть и заканчивается, но еще впереди осень. Это пора благоустройства, пора вот этих строительных работ. Вот как идет работа по благоустройству района? Добрый день. Я тоже очень рад у вас в очередной раз оказаться. Спасибо за приглашение. Безусловно, сейчас строительный сезон, ну, сказать в самом разгаре уже, наверное, не совсем верно, потому что уже, скажем так, мы, наверное, входим в третью декаду этого строительного сезона. В этом году мы, как всегда, благоустраиваем и ремонтируем проезды на территории всего района. Я всегда говорю о том, что Кубежский район очень особенный, со своей спецификой, территориально разбросанный. Микрорайоны, скажем так, не слитная застройка, микрорайоны достаточно далеко расположены друг от друга. И в этом смысле всегда наша политика, городская политика – это максимально больший охват всей территории, чтобы не было такого, что мы локально какую-то часть района приводим в порядок. И периферийные части района не затрагиваем нашими программами. Каждый год мы стараемся, чтобы на каждой отдельно взятой территории появлялись новые благоустроенные дворы. В целом на территории района более 450 дворов. Конечно, единовременно это очень трудно привести в порядок. Но вот, допустим, если говорить про 2024 год, в общей сложности у нас 20 адресов находятся в работе. Где-то делаются внутриквартальные проезды, где-то мы совместно с жителями делаем площадки игровые для разного взрослых детей. Все это происходит в рамках программ. Программ у нас достаточно немало действует. Есть федеральная, комфортная городская среда, которая уже зарекомендовала себя как очень успешный проект по всей стране. И Самара, я напомню, была пионером вообще. По сути, те программы, которые появлялись в Самаре еще до 2017 года, они, по сути, идеологически несли в себе те же самые мысли о том, что необходимо приводить именно дворовые пространства в порядок, необходимо привлекать в эту работу максимально жителей. Потому что, когда жители вовлечены в процесс приведения в порядок той среды, где они проживают, конечно, совершенно другой уровень ответственности. В этом году... Другой уровень качества и, кстати, другой уровень продуманности, вот я бы сказал. Потому что они сами вот смотрят, вот здесь сантиметров 10 сюда, а вот здесь полметра вот сюда. Конечно. Народный контроль, я хочу сказать, у нас на высочайшем уровне, у нас еще подрядная организация не успевает с адреса уйти. Уже люди активно участвуют, да, советами, добрым словом в основном. И вот я всегда с подрядчиками, когда разговариваю, в частности, недавно выезжал там на адрес по улице Егорова, Егорова 8, смотрел, как происходит ремонт надриквартального проезда. Как раз говорил, люди вообще как следят, не следят, общаются с вами. Подрядчик говорит, каждый день выходят, что-то там, какие-то напутствия, какие-то советы дают. Очень внимательны они вот с точки зрения технологии работ, все ли соблюдается. Ну, конечно, им так же. Часто оказывается, что и жители там со строительным образованием, это же тоже, ну, скажем так, среди нас, да, что называется, профессионалы тоже живут. Ну, 20 адресов, как я сказал, комфортная городская среда, приводим в порядок физические работы, кстати говоря, в этом году у нас выполнены были еще в июле месяце. Сейчас там, ну, по документам закрываем, оплату проводим. Вместе с жителями приняли, в частности, вот двор у нас очень активный, это СЖ Новокомсомольская 40, там большой достаточно двор, то есть очень все выглядит, ну, замечательно. Там действительно люди долго хотели, инициативу проявили, поучаствовали в программе, теперь у них практически новый двор. Благодаря решению принципиальному главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева было выделено в течение уже строительного сезона дополнительное финансирование именно на ремонт внутриквартальных проездов, ну, такая действительно тема очень острая, тема очень нужная для людей. И за счет этого нам удалось увеличить количество адресов именно по ремонту внутриквартальных проездов в этом году. Вот сейчас уже работы ведутся по дополнительным адресам, но я хочу сказать, что в Куйбышевском районе на сумму более 42 миллионов рублей в общей сложности производятся ремонты именно в части асфальтирования, то есть ремонт внутриквартальных проездов. Также мы, безусловно, работаем локально, ну, по адресам, где действительно инициатива жителей, есть у нас, да, замечательный проект «Содействие», тоже, то есть в этом году проект реализуется. Давно достаточно работает. В Куйбышевском районе, ну, очень, скажем так, большой общественный запрос на этот проект. Люди поначалу, безусловно, задавали абсолютно справедливые вопросы по поводу вот своего участия, потому что там в том числе предусматривается... Это конкурс, носит заявительный характер, возможно, не победить своей заявкой, и, безусловно, шансы выше у тех заявок, где больше участия жителей. Финансовое участие, трудовое участие. И поначалу, конечно, задавали вопросы, ну, как же так, там, почему мы должны участвовать? Но когда люди поняли, что действительно это, во-первых, в любом случае минимальная часть, то есть львиная часть — это бюджетные средства. И самое главное, что вот то участие жителей, оно, возможно, не напрямую там от жителей, да, часто там предприниматели, работающие на этой территории, свой вклад вносят, депутаты этого округа. Ну, в общем, существуют разные формы, то есть очень гибкая программа, и когда люди увидели, что это реально работает, да, что называется, сарафанное радио пошло, там соседи начали видеть, что вот соседний двор благодаря этому проекту благоустроен, активность, ну, там, в разы выросла. И мы сейчас видим, у нас уже там заявки на два года вперед, грубо говоря, по проекту содействия. Очень много ярких примеров того, как вот действительно, причем поэтапно, разбито там на несколько лет, например, на 113-м километре адрес Лепеговская, 3,5. Мы, начиная с 2021 года, огромный двор уже благоустроили, создали разные зоны для разных возрастов, там, для самых маленьких, установили там горки, какие-то вот комплексы игровые, потом, значит, подростковая группа, это уже там турники, там, какие-то вот больше спортивные инвентарии и так далее. И мы продолжаем эту работу. Благо, еще раз, проектов, по которым мы можем это делать, их ни один, ни две программы, их несколько. Есть еще у нас местная программа инициативное бюджетирование, суть та же самая, но это уже средства местного нашего районного бюджета. В общем, сейчас работы активно ведутся, физически практически все адреса уже готовы, но, по крайней мере, до конца сентября все будет сделано. И, ну, пользуясь случаем, еще раз призываю всех жителей, которые непосредственно, да, в этом году у нас участники этих программ, активнее принимать участие именно вот в народном таком контроле, если есть какие-то вопросы, пишите, пишите нам в соцсети, обращайтесь. Ну, сейчас, в общем, каналов, скажем так, связи с нами достаточно много, да, люди пишут, и мы, ну, стараемся, не стараемся, мы на все отвечаем, стараемся делать максимально оперативно. Алексей Александрович, есть еще такой проект, такая программа «Твой конструктор двора». Вот, а что делается в 2024 году, ну, и что нужно, кстати, для того, чтобы в ней участвовать? Чтобы в ней участвовать, нужно то же самое, что и требует участия во всех других программах. Это инициатива. Я всегда на встречах, вот, когда встречаюсь с жителями, часто звучат вопросы, мы хотим там во дворе, неважно, детскую площадку, лавочки, какую-то прогулочную зону и так далее. Вот, сделайте нам, пожалуйста. Я всегда говорю, что инструментов много, но инициатива должна, безусловно, исходить от жителей, как я уже сказал. Необходимо прийти к нам, мы, в общем-то, поможем, там достаточно несложный заявительный пакет, мы поможем сформировать, у нас специальный отдел работает. Я всегда говорю, там, кому обращаться, я думаю, что мы, там, дадим информацию, куда обращаться, да, по всем этим вопросам. Но можно в любом случае даже, там, в личном сообщении мне и ВКонтакте, и в Телеграм написать. Наши специалисты очно проконсультируют, первое, какие документы нужны. Второе, если возникнут вопросы по этим документам, мы сами же поможем их оформить, потому что там, например, требуется дизайн-проект. Ну, это звучит, может быть, немножко так страшно, да, для человека далекого от этой темы. Но, на самом деле, это просто схематичное изображение того, что, собственно, люди хотят у себя во дворе видеть. И, собственно, участие в конкурсе дальше, потому что заявок достаточно много, как я сказал, там, мы уже выбираем из, там, предложенного, у нас есть определенная очередность и так далее. У нас, твой конструктор двора, это небольшие локальные проекты, малобюджетные, там, начиная от 100 тысяч рублей. Ну, что это может быть, например? Это может быть установка, там, небольшой песочницы, там, и какого-нибудь ограждения игровой зоны, там, завоз песка. Это может быть установка каких-нибудь скамейк у подъездов, там, где их нет, например. Понятно. Озеленение. Озеленение, да. Спортивная площадочка небольшая. То есть, именно такие, в отличие от больших программ, это какие-то локальные программы, которые нацелены точечно, там, на улучшение жизни, ну, небольшого количества людей, может быть, одного подъезда даже, не целого дома. То есть. Да. Но они очень гибкие, и за счет вот того, что, скажем так, объем финансирования небольшой, мы можем охватывать, ну, достаточно много адресов. Ну, это очень здорово, на самом деле. Конечно. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Он касается развития спортивной инфраструктуры района. Вот, на самом деле, тоже очень важная, на самом деле, тема. Давайте посмотрим. Шапочка, купальник и тапочки. Все, что нужно, чтобы поплавать в бассейне Куйбышевского района. Новый спортивный комплекс открыл свои двери для всех желающих. Бассейн работает с конца прошлого года, но тренировались в нем только воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва номер 8. После усиления мер безопасности бассейн стал доступен для всех с 4 мая. Бассейн мне очень понравился. Температура воды комфортная, чисто, аккуратно. Длинные площадки, глубина позволяет нырять. И самое приятное, что есть возможность обычным жителям района посетить данный бассейн. Дети заниматься в бассейне могут с 7 лет. Для них открыта секция по плаванию. Взрослым доступны индивидуальные и групповые занятия с тренером. Также предусмотрены абонементы на 8 занятий и разовые посещения. У всех свое видение по времени, по способностям, по финансам. То есть каждый выбирает для себя то, что нужно. Спектр достаточно расширили, чтобы было комфортно всем. Абонементы уже приобрели около 80 человек. Все тренировки длятся 45 минут. Спортивный комплекс работает ежедневно с 7 утра до 10 вечера. Алексей Александрович, ну вот можно поздравить на самом деле, потому что бассейн в районе это действительно очень классно. Насколько я знаю, еще сейчас открыт футбольный манеж, причем хороший манеж, я там был, сам лично смотрел. Он действительно круглогодичный. И вот, ну я так понимаю, что инфраструктура для занятий спортом в районе сейчас развивается достаточно активно. Да. Это не может не радовать. Действительно, долгие десятилетия Куйбышский район был обделен спортивной инфраструктурой. Объективно говоря, да. Да. И вот буквально в последние годы появляются такие долгожданные, такие необходимые, потому что молодежи очень много. Район действительно сейчас один из самых быстрорастущих. У нас только территория комплексной застройки, там порядка пяти так на вскидку. Да, то есть Волгария уже, ну это уже такой бренд, 10 лет район развивается. Но сейчас активная застройка ведется в границах Южного шоссе, Уральской. И понятно, объективно совершенно, в силу своего географического положения, Куйбышский район, ну, наверное, самый интересный для застройщиков именно в части комплексной застройки. Ну, там есть возможности. Конечно, да. В других районах города уже меньше просто объективно таких территорий. Естественно, это приводит к тому, что растет численность населения, причем молодого, активного населения, население, которое, скажем так, нуждается в таких объектах. Да, то есть спортивные объекты очень востребованы. Бассейн. Долгие годы, более 10 лет, очень больная тема для района. И, слава богу, в конце прошлого года появился, наконец-то, новый, современный, я думаю, что на сегодняшний день лучший в Самарской области бассейн у нас в Куйбышском районе. При огромной поддержке депутата Государственной Думы Александра Евсеевича Хенштейна объект появился, пользуется, конечно, огромным спросом. Ну, вот вы сейчас показали сюжет. А там еще и фитнес-центр же, по сути дела, небольшой. Там, да, там есть фитнес-зал. Там много чего есть, на самом деле. Да, да, да. То есть это универсальный объект. Ну, конечно, скажем так, ключевая функция этого объекта – это плавательный бассейн. Ну, что я могу сказать? То есть отзывы самые положительные. Люди действительно встретили, да, что называется. Он хороший, я видел. То есть общественный запрос сейчас реализуется уже непосредственно в пользовании объектом. Это первый момент. Второй, значит, объект крупный, который вот появился в самое последнее время, то, что вы озвучили, действительно футбольный манеж. Я хочу сказать, что это футбольный манеж, крытый с полноразмерным футбольным полем. Таких полей только у нас в районе Самара-Арены полноразмерный манеж, да. И вот у нас в Куйбышевском районе. То есть это один из крупнейших манежей во всем Самарском регионе. Он уже сейчас очень востребован. Там занимаются и юношеские команды Крыльев, Акрона, других профессиональных клубов, да, там, менее известных, там, выступающих в низших лигах. Там занимаются, безусловно, и местные мальчишки тоже. Базируется футбольный клуб «Форвард». Вот, собственно, скажем так, это частный проект. Как раз создатели футбольного клуба «Форвард» явились инициаторами появления такого классного, действительно, спортивного объекта. И я очень рад, что именно Куйбышевский район был ими выбран, да, для реализации этого проекта. Это только начало. Проект многоэтапный. Он рассчитан на несколько лет. Будут появляться в том числе центры и других видов спорта, да. Ну, я, естественно, там, в контакте с предпринимателями, которые развивают этот проект. Я знаю о том, что есть планы по созданию центра единоборств, по созданию центров, ну, летних игровых видов спорта. Это, наверное, там, не совсем корректно будет сейчас рассказывать до плана, потому что у людей, тем более, это жизнь. Ну, скажем так, вот, дай бог, чтобы они были реализованы. Действительно, дай бог, чтобы все было реализовано в соответствии с задумкой. А задумка действительно классная. Ну и, конечно, это улица Хасановская, да, там, Саратовский переулок. Это то, что долгие годы было просто пустырем. И сейчас там, где, по сути, ничего не было, появляется жизнь прежде всего. И мальчишки не только Кубежского района, но для меня, да, как для главы района, безусловно, важно, что в первую очередь Кубежского района получили возможность заниматься, ну, пока футболом, вот, а в перспективе другими видами спорта. Я напомню, что у нас вот про бассейн мы сказали. Он, по сути, у нас сформировал уже полноценный такой спортивный кластер на 116-м километре, потому что там у нас стадион «Нефтяник» находится, где тоже там поле искусственное и секция. Там базируется спортивная школа Олимпийского резерва. То есть, действительно, район в спортивном отношении догоняет другие районы города. И я очень надеюсь, что через 5-10 лет мы увидим результат появления этих объектов в лице наших ребят, которые уже будут, да, профессиональными спортсменами в том числе, которые будут достигать высот уже и в профессиональном спорте. И я надеюсь, что, вот, про манеж, да, что и в крыльях будут появляться наши кубежские ребята. Ребята из кубежского района, да. Об этом мы, ну, мечтаем уже много лет, действительно. Это было бы здорово. На самом деле, я думаю, что так оно и будет. Еще одна интересная тема – «Ерикпарк». Как развивается? «Ерикпарк» – это прогулочная зона в новом, динамично развивающемся микрорайоне. Набережная вдоль «Ерика», которая появилась благодаря как раз федеральному проекту «Комфортная городская среда». Уже два этапа благоустройства набережной выполнено, начиная с 2021 года, с 2020 даже года, первая очередь была в 2020 году. Сейчас очень важная тема началась. Хочу поделиться со всеми жителями очень такой новостью, хорошей. Начались работы по расчистке непосредственно самого водоема, самого «Ерика». Это решение очень такой серьезной экологической проблемы, загрязнение водоемов по линии Минприроды Самарской области, да, было получено федеральное финансирование, в том числе заключен уже контракт, определена подрядная организация. Я скажу больше, уже техника вышла непосредственно «Ерик». То есть работы вот буквально в августе этого года начались. Они рассчитаны на два года. И в следующем 2025 году «Ерик», в том числе дно, да, «Ерик», русло будет полностью расчищено. Это тоже то, чего давно ждали, ну, прежде всего, конечно, жители Волгаря спрашивали. Мы со своей стороны каждую весну, каждую осень, проводя там месячники по благоустройству, ну, своими силами чистили водную гладь, да, там, банально на резиновой лодке собирали покрышки, какой-то мусор. Но это полноценная уже расчистка водоема. Поэтому «Ерик» парк тоже развивается. Безусловно, это визитная карточка не только Волгаря, но и уже такое место, куда действительно приезжают гости нашего города даже. По крайней мере, меня когда спрашивают, вот мои знакомые, товарищи из других городов, приезжая, что у вас можно посмотреть, я их провожу не только на набережную, я их приглашаю к нам в Волгарь прогуляться по «Ерик» парку. Вот на полном серьезе говорю, там сам увожу друзей. И, да, то есть действительно это такое уже общегородское место, ну, культура и отдыха. Очень классное. И пользуюсь эфиром, в очередной раз приглашаю всех гулять выходные, вечерами у нас в «Ерик» парке. Я предлагаю сделать еще одну паузу. Давайте посмотрим сюжет. Он касается транспортной доступности района. Тоже, на самом деле, очень важная тема. В микрорайоне Волгарь и в поселке Сухая Самарка улучшили транспортное обслуживание. Раньше по маршруту номер 5D – губернский рынок. Сухая Самарка ходила 10 автобусов. Сейчас к ним добавилось еще 15 газелей. Это современные, купленные в конце прошлого года газели. Они имеют систему кондиционирования и ремни безопасности. Они более динамичные, что позволяет пассажирам быстрее доезжать до места назначения. Мы мониторим ситуацию. Работает телефон горячей линии. Ваши сообщения принимаются в чат-бот. Все замечания, предложения мы учитываем. Часть рейсов проходит с заездом в микрорайон Волгарь. Другая – прямо по улице Народной до Сухой Самарки. Во всех автобусах и газелях на маршруте 5D действуют льготы. Жители Волгаря отмечают, что теперь добираться до нужного места стало гораздо удобнее. Транспорт ходит хорошо сейчас. Появились новые маршруты 85-86. Очень удобно, очень быстро добраться до центра. Нам нравится. Маршрутка тоже быстро доезжает. На первые рейсы маршрут 5D выходит утром. От поселка Сухая Самарка с заездом в микрорайон в 5 часов 35 минут. Без заезда в 5.43. От Волгаря до губернского рынка с 5.54. А до поселка Сухая Самарка с 5.46. Алексей Александрович, ну вот как можете прокомментировать? Потому что транспортная доступность – это важная на самом деле тема. Вот что здесь происходит? Первое, что я хочу сказать по этой теме – все прекрасно знают на всех уровнях власти, на городском, на областном, о том, что объективно Кубежский район, для Кубежского района вопрос доступности транспортной, вопрос общественного транспорта – это, пожалуй, ключевой вопрос. В силу объективных причин, да, географического положения и так далее. Мы там за мостом находимся. Это так было всегда традиционно. И действительно сейчас начали решаться вопросы транспортного сообщения коллеги из города, департамент транспорта. Вот этим летом мы совместно проводили встречи в различных микрорайонах нашего большого района. Собирали предложения действительно, что улучшить. И уже сейчас, начиная там с конца июля, эти предложения начали реализовываться. В частности, вот вы сюжет показали по Волгарю, да, было принято решение, потому что вот этот маршрут 5-й Д, который идет в Сухой Самарке, не совсем удобно жителям Сухой Самарки тратить время, заезжая в Волгарь, потому что, ну, для них это как бы транзит, они едут там в сторону других районов города, да, теряли на этом время. Сейчас есть маршрут 5-й К, чисто для Волгаря, да, Сухая Самарка там напрямик едет уже сразу, минуя Волгарь. Это просто вот решение, которое буквально было реализовано. Благодаря поликлинике, которая открылась у нас весной, да, новая, городской больница номер 10 в Волгаре, появились новые маршруты, которые позволили микрорайонам, да, другим там, рубежному, водникам добираться в Волгарь, в новую поликлинику. То есть появляются новые маршруты. И самое главное, да, стратегически, чтобы вот, ну, прям вот прорыв, да, в общественном транспорте совершить. Я знаю коллеги из городской администрации, департамент транспорта готовил предложение для руководителя региона Вячеслава Андреевича Федорищева, потому что он, придя, ну, вы знаете, да, придя буквально там в первую неделю, наверное, обозначил, увидел, обозначил о том, что действительно общественный транспорт – это, ну, знаковая такая проблема города. И поставил задачу, да, там, сформировать предложение. Я знаю точно, поддержка от губернатора, от областного правительства будет развитию общественного транспорта. Сейчас коллеги из департамента транспорта, да, Елену Владимировну подготовили предложение, представили. Поэтому совершенно точно с оптимизмом мы смотрим. Я уверен, что перспективы хорошие, и общественный транспорт, да, с пониманием того, что вот есть некоторые, ну, есть общественный запрос, да, проблемы общественного транспорта уже с осени этого года вообще будут активно решаться, в том числе в Куйбышевском районе. Алексей Александрович, вот август, но впереди отопительный сезон. Да. Уже не за горами. Как идет работа в районе по подготовке? Ну да, что называется, готовь сани летом. Бессловно, каждый отопительный сезон стартует, да, не, там, в сентябре, когда вот это вот в течение пяти дней, там, среднесуточная температура. По факту он стартует сразу на следующий день после окончания предыдущего отопительного сезона. У нас, конечно, там, в районе создан сразу же еще в мае штаб по подготовке традиционно. Тесно мы с городской администрацией работаем, да, по подготовке. У нас этот год знаковый первый межотопительный период. У нас появилась, я напомню, в конце прошлого года долгожданная котельная. Все работы, ну, уже они, в принципе, заканчиваются, скоро стартует, действительно, топ-сезон. Планово-предупредительные и подготовительные проведены. Опрессовка, промывка, все как положено в домах, уже с требованиями новой ресурсоснабжающей организации. На сегодняшний день готовность по жилищному фонду у нас превышает 99%. Как и положено, до 1 сентября готовность будет 100%. Я хочу напомнить, что Куйбышевский район, кстати, в части подготовки к отоп-сезону, он всегда в лидерах. Это традиционно. Никаких опасений в связи с предстоящим отоп-сезоном у нас нет. Ну, пу-пу-пу. Я надеюсь, что все будет в порядке. И еще раз скажу, что уже это будет первый полный, полноценный отопительный сезон, куда мы войдем с новой котельной. Осталось совсем немного времени, а вопрос важнейший. Как выстроена в районе работа с мобилизованными и с добровольцами, которые участвуют в НСВО? Это важнейшая тема. Вообще, тема специальной военной операции сейчас самое важное, что есть в нашей стране. И, безусловно, понимая о том, что ребята, которые находятся там, в зоне проведения специальной военной операции, они делают колоссальную, трудную, важную работу. Они действительно жертвуют собой. Понимая, что совершенно точно у них не должна болеть голова за то, что с их родными дома с самых первых дней специальной военной операции на каждую семью заведен социальный паспорт. Это не только у нас, это везде, в России так, сопровождение семьи идет. Мы знаем, во-первых, каждую семью от нашего района. Мы с ними в постоянном личном контакте. Они знают телефоны наши, постоянно по вопросам могут с нами связаться. Мы всегда готовы прийти на помощь. А вопросы самые разные, то есть бытовые. Кто-то в частном секторе живет, крышу подлатать, дрова привезти. Вопросы, связанные с детьми, школы, детские сады, подготовка к школе. Вопросы, связанные в многоквартирных домах просто с ремонтом, с взаимодействием с управляющими компаниями. Все прекрасно понимают, что эти семьи на особом счету. Им абсолютно приоритет во всех обращениях и так далее. И я хочу сказать, что, конечно, отдельная тема – это работа по волонтерской. У нас три крупных центра созданы на территории района. Девчонки и маскировочные сети плетут, и нижнее белье шьют. Это в том числе пункты по сбору гуманитарной помощи. В общем, всесторонняя системная работа в этом направлении ведется, и она будет вестись до полной победы нашей. Спасибо большое. Время программы продошло к концу. Спасибо за то, что вы делаете. Напоминаю, в нашей студии был Алексей Кропов, глава администрации Куйбышевского внутригородского района. Всего вам доброго. До свидания. Всего доброго.